добрый день с вами империя пикчеры сегодня я покажу вам как нарисовать лебедя карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала наметим силуэт лебеди обозначим такой длинной шею и силуэт крыльев и тело лебеди у нас должно быть снизу расстояние чуть больше чем сверху а по бокам примерно одинаковое вот здесь в данном случае можно перед лицом сделать чуть больше расстояния чуть больше свободного места так композиционно будет правильно начинаем прорисовать уже детально делаем такой снизу закругленный краешек очень плавненький и переходим к шейке шейка чуть-чуть будет сужаться на и будет не слишком крупненькая сверху добавляем голову и клювик теперь переходим к телу немножко отступим от шеи и прорисуем верхнее крыло теперь прорисовываем нижнюю часть добавляем хвостик с таким фактурным краешком повторяем силуэт перьев по краю теперь крыло на переднем плане намечаем здесь вот будет такой овал крыло состоит из двух частей получается далее спинку и дальнее крыло мы уже наметили убираем ластиком теперь ранее наш намеченный силуэт и начнем более детально прорисовывать опять вернемся к голове к шейке добавим глазки по бокам вот тут вот носик прорисуем у него будут вот здесь узорчики такие выступы темненькие и на кончике клювика также и можем начинать в тоне делаем аккуратный раздельный штрих не выходя за край немножко по диагонали мы штрихуем карандашом hb им же мы не наносили предварительный рисунок а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение тем временем мы постепенно заканчиваем первую штриховку первый слой штриха мы делаем первый слой таким светло-серым оттенком он нам даст общий обобщенный тон а потом уже мы будем выискивать там более светлые более темные участки для создания объема доделываем крашки аккуратно повторяя форму перьев по краю и начинаем затемнять начнем также с крыла здесь вот снизу немножечко сделаем тон посильнее путем наслоения штриха друг на друга затемняем шейку начиная из подголовки и принципе до самого конца в несколько слоев набираем это будет одна из темных мест особенно темным будет под головой в области возле клювика и ниже а грудку уже чуть посветлее здесь вот затемняю немножко так вниз переходим создавая плану тональную растяжку более легким нажимом на карандашик подчеркнем тут клювик и также немножко за штриху им нижнюю часть вот таким вот образом мы переходим постепенно к крылу пластиком периодически подправляйте контуры чтобы они у нас не нарушались и всегда оставалась конструкция лень бедя нетронутой далее мы вот хвостовую часть начинаем набирать под крылышком делаем затемнение и вот здесь с левой стороны снизу тоже этот кусочек мы в принципе набираем так хорошо средним серым тоном особенно его насыщаем вот в этой области под крылом где у нас происходит касание здесь вот будет падать кусочек света мы высветляем и добавляем сразу рядышком тень немножко затонируем карандашиком hb в этом месте чтобы слить сильно ярко не было и добавляем перышки более темными линиями просто чуть сильнее надавливаем на карандаш создаем силуэт такой равномерный красивый и немножко сместимся вниз здесь чуть-чуть уберем создадим более коротенькое перышко его здесь еще маленькая выступ и подштриховываем в тон с пером с хвостиком теперь вот идем вниз то тоже будет довольно темненько здесь вот будет ямочка тоже темненькая там сильнее подштриховываем немножко вот здесь отступая с левой стороны от края и переходим к крылу крыло вот в этой части будет темнее у основания и далее немножко прорисуем силуэт более точно и начнем прорабатывать перья вот здесь обозначим каждое перышко вниз чуть-чуть просто надавливаем на карандашик и будет проявляться такая полосатость вот эту часть подштрихуем и также в принципе все крыло в целом возьмем в тоне потемнее потом мы добавим светлые контрастные перышки ластиком и будет очень круто смотреться объемно вот здесь вот при касаниях подштрихуем также вот тут будет такой переходик немножечко волнистый и от него будут исходить перья как раз таки вот наверх в эту часть прорисовываем крыло также будет средний ряд более коротких перьев сверху тоже добавляем средние перышки под ними немножко подчеркнем тени добавим более темненькие вот эту часть отделим чуть сильнее заштрихуем край тоже сделаем резной фактурный напоминающие перья вот тут вот будет светлый участочек здесь плавный тональный переход и спинка будет оставаться светленькой также добавим вот здесь такие перышки и перейдем к дальнему крылу дальнее крыло чтобы отделить от ближнего конечно же должно быть чуть темнее и мы начинаем с того что вот в этой области как раз при соприкосновении их набираем он темнее также прорисовываем перья с краю уже придаем им форму добавляем какие-то мелкие перышки и вот так вот выводим эту тень наверх на крыло под несколько слоев и также там будут проявляться такие темные полосочки в виде перьев верхнюю часть тоже немножко под штихом таким средним тоном сереньким и контур нам обязательно нужно тоже выявить ластиком убираем лишнее по контуру и подправляем края и сейчас начнем работать ластиком мастик я предварительно подрезала канцелярским ножом сделал из него такой треугольничек с острым краем чтобы было удобно работать и немножечко про штрихую здесь ластиком свет до ластиком тоже можно штриховать а также выявлю свет на перьях по верхней стороне каждого перышка и у нас сразу загорятся они а вот здесь мы просто по темному добавляю более светлые коротенькие полосочки в разном направлении и получилось вот такое вот объемное крыло и нам не пришлось слишком детализировать каждое перо возьмем карандашик помягче у меня это будет 2b и им я буду проходиться по самым темным местам чтобы создать большую контрастность естественно вот здесь будет самое темненькое и я проштриховываю это местечко также вот здесь вот слегка подштрихую и затем отправимся к хвостику тут вот у хвостика тоже под крылышком будет затемнение и переходить в тени в перьях такими полосами также нижняя часть будет немножко затемнена и вот здесь вот по краю прохожусь во всех теневых местах делаю чуть темнее подчеркнуть начало вот этого ряда обозначу контур более волнистый и дам туда падающую тень также немножечко и в перышки оттуда направляем ушейки снизу и переходим в клювик это верхняя часть будет прям черненькая мы и за штриховым получше тут будут две такие линии наносит проходить также на кончике клювика будет темненькая сам в целом клюв должен оставаться чуть цветлее чем шейка чтобы не сливаться вот здесь под головкой затем ним теперь немножечко под штрихуем саму головку вот возле глазика и вот с правой стороны немножко сами глазики и можно сделать чуть темнее чтобы их тоже выделить ластиком подчищаем листочек подправляем края и вот такой лебедь карандашом у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм и с удовольствием их посмотрим мы публикуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч